ну давай хорошо добрый день дорогие друзья вас приветствует радио сангейтс мы сегодня продолжаем цикл программ беседы на сущном меня зовут владимир гольштейн и здесь же со мной руководитель организатор центра сангейтс майкл мире здравствуйте мой добрый день володя добрый день уже мы наши радиослушатели youtube зрители мы сегодня поговорим о насущном ну и коснемся так немножечко понемножечку ну во первых да всего понемножку но во первых отдельная часть программы отдельная часть программы который мне хотелось бы рассказать это касается очень известного человека ну давайте мы начнем все таки сегодняшнего дня и сегодня у нас 4 декабря 2016 года воскресенье очень необычный день в каком плане в том плане что ну как мы знаем во первых в соединенных штатах был избран президент трампа об этом много уже говорили переговорили и не только мы но мы значит это начало так сказать может быть новой эпохи сегодня конкретно воскресенье в в италии процесс идет то есть идет референдум голосование о том ну а многих очень интересных серьезных вещах премьер-министр и так далее но не буду на этом останавливаться политические все эти вещи но вот это событие может принести и оказать очень серьезный эффект на весь мир в каком плане но речь идет о том что вот сегодняшний референдум конкретно он может привести к тому что уже случилось в англии то что называется брэкзит когда англия вышла из евросоюза то же самое может произойти сейчас с италией ну а дальше есть какие-то страны которые тоже но там и греции есть в общем то это тогда евросоюз окончательно развалят ну мы этого не знаем мы не предсказатели вот в следующей части мы как раз перейдем предсказанием даже не прогнозом а предсказанием ну вот смотрите возьмем сегодняшний день сегодня 4 декабря но во первых те люди которые родились 4 декабря я не буду сейчас об этом говорить более подробно может быть других программах но это люди которые находятся под влиянием юпитера солнца и урана а сам по себе день потому что хотелось бы больше говорить для меня о нумерологии сам по себе день этот четверка что такое четверка четверка это ведической астрологии нумерологии это такой северный узел луны который называется раху и кто-то проводит соответствие аналогию что это и есть планета уран и ведической нумерологии там притча об этом я уже даже не один раз рассказывал в этой притчи говорится о том что было такое демоническое существо и вот это демоническое существо в конечном итоге его бог вишну его разрубил на две части то есть голова отдельно туловище отдельно вот голова это есть раху а туловище это кету то есть это цифры нумерологии четверка и семерка соответствие четверки это с воскресенья можно провести а семерки с луной такую аналогию можно провести вот смотрите 4 12 2016 но 2016 откинем это девятка какие цифры у нас в итоге остаются там у нас идет округление до четверка это раху а 12 если просуммируем 4 и плюс 1 плюс 2 это будет 7 всем это у нас кету то есть о чем идет речь о том что день сегодня именно сегодняшний день он достаточно особенный где может быть полный хаос то есть полная неопределенность того что может происходить и соответственным образом так как скажем кету и раху это как бы демонические считается условно говоря конечно планеты не бывает плохих но они могут оказывать очень серьезное влияние на людей которые находятся как раз вот под этими планетами я знаю это точно не понаслышке 16 лет я находился под влиянием этой планеты раху которая давала мне где-то что-то в одном ну это духовность вообще-то говоря это совершенно не такое неустранимое желание путешествовать и это наработка каких-то вот вещей которые потом могут пригодиться в движении нас к верху то есть опять же body mind spirit тело дух душа ну тело это тело это материальная составляющая дальше тут тонкие энергии а дальше идет уже духовные составляющие ну вот это это в хорошем понимании но в плохом скажем сочетании в каких-то низких инстинктах это приносит очень большой хаос и полный дисбаланс в жизнь потому что люди могут заниматься интоксикациями люди могут вести себя соответствую неподобающим образом будем так говорить не в том контексте как нам положено всем себя вести вот и вот сегодня происходит такое референдум то есть совпадение несопадение не имеет значения но в общем то он происходит тот день когда все что угодно может произойти и все что угодно может оказать влияние на весь мир несмотря на то что что такое италия это небольшая страна в европе да относительно у нас есть штаты побольше да правильно соединяешь но и население опять же но тем не менее тем не менее она играет большую роль и будет играть большую роль решение вот этого референдума который потом может привести к чему-то и большему в частности я получил уведомление если мы говорим уже немного обо всем то и мы как бы и сегодня мы могли бы говорить о финансовых рынках допустим так но вот я получил уведомление о том что временно временно увеличена то что называется маржин или маржа по-русски на евро то есть о чем идет речь что как только будет оглашены результаты этого референдума более того мы же знаем как это происходило с выборами еще нет ничего не было известно но все диким образом скакала вверх и вниз и те люди которые этим занимаются и участвуют вот таких вот вещах они ну в общем не рекомендуется в мягко говоря вообще в этом деле принимать участие потому что это очень и очень и очень рискованно она будет прыгать вверх-вниз вверх-вниз и так далее соответственным образом чтобы предотвратить скажем от больших потерь людей вот принимать такие меры временное увеличение вот этого вот этой маржи чтобы люди не входили маркет там без оглядки а причем технические данные они не будут работать технический анализ вот как я этим занимаюсь он не будет работать потому что ну вот потому что а вот когда все у стаканится у сядется как было с брэкзитом но тогда будем посмотреть как говорится ну вот давайте от этого перейдем к следующей самой длинной части нашего причем это будет только начало я хотел бы поговорить сегодня о таком очень известном во всем мире человеке его называют профитом да профит это предсказатели и его зовут мишель донострадамус известное имя очень известное имя вот ну давайте немножечко скажем об этом поговорим нострадамус родился 24 декабря 1503 года опять же нумерология если мы этого нету кстати но это просто так я просто смотрю назад и мне становится понятно о чем идет речь более-менее во всяком случае а какие-то аналогии тоже делаю вот если мы возьмем и просуммируем это все вот цифры да то мы получим мы получим цифру 9 если мы просуммируем вообще все цифры вот эта цифра 9 она над нострадамусом в общем-то так сказать давлела и он во многом в соответствии с этой цифрой как бы и действовал потому что это не случайно мы рождаемся на земле и были естественные предпосылки почему человек вот в данном случае родился именно такого такого-то числа нострадамус как известно был не только прорицателем нострадамус был еще и очень известным доктором и астрономом но там был очень серьезный конфликт потому что есть люди которые функционируют в рамках очень серьезных циклов то есть они и видят глобальные какие-то вещи у нас сегодня есть экстрасенсы у нас сегодня есть ясновидящие в чем разница между ясновидящими и профитом и предсказателем такого уровня как нострадамус я потом чуть более подробно расскажу об этом я делал записи но к сожалению я забыл приходится так сказать из головы так вот он прожил 63 года нострадамус то есть он номер 69 шестьдесят шестом году получается 63 года 6 плюс 3 9 и как мы уже посчитали родился он то есть он под влиянием марса кто такие марсиане марсиане это люди которые имеют ну александр македонский вот это победители завоеватели но это люди это последняя цифра вообще-то говоря из всех существующих цифр в нумерологии после девятки нет у них других цифр потому что 10 это единица 11 это двойкой ну и так далее так вот если мы говорим о о девятки то считается чтоб девятки вовлечена или включена вся мудрость всех цифр то есть девятки очень и очень незаурядные люди это люди которые родились 9 18 27 числа очень незаурядные вот у меня в семье очень много девяток у меня брат 9 числа у меня сын 21 сын восемнадцатого второй сын двадцать седьмого у меня мама родилась восемнадцатого числа это люди которые действительно вот очень и очень незаурядные но они должны об этом понимать соответственным образом они должны понимать свою природу поскольку если человек не знает свою правду он действует совершенно там другую сторону может идти и опять же как вот допустим александр македонский ему надо было страсть всех завоевывать но ведь можно и поубивать всех что в общем-то он и делал а вот это уже никому не надо более того и сам он то мы уже об этом говорили умер до очень молодом возрасте ну по разным причинам неважно сейчас так вот нострадамус великолепно функционировал и мы это знаем в глобальных каких-то вещах предсказаниях но он был абсолютно просто террабл просто ужасный предсказатель в каких-то когда люди к нему приходили на какие-то консультации он ошибался чуть ли не в 75 процентов то есть личные предсказания не получали не получали от ванги а какие-то глобальные не получались но ванга и там и там функционировала так сказать но у него вот таким образом это все работало чуть дальше я немножечко поясню о чем идет речь так вот к сожалению он не спас это же потом случилось и с джунной он не спас свою семью то есть он был великолепным кстати доктором целителем и он спасал спас очень многих людей во время эпидемии чуме он не смог спасти жену и сына не умерли хотя он спасал очень многих других людей как доктор и как предсказатель но вот тут не получилось есть такое понятие среди таких людей которые называются wounded healer wounded это раненый целитель то есть о чем идет речь мы на эту тему много раз тоже говорили с моими контактами с моими людьми мы я у них задавал те вопросы и мы это знаем то есть очень известные люди они не могли себя спасти то есть каждого целителя надо еще два других целителя чтобы спасать уже этих целителей поскольку сами с собой никто не может справиться как то так получается вот ну вот перейдем к предсказаниям как известно он написал достаточно много катренов катрены это вот причем они зашифрованы это называется катрены где идет идут предсказания и охватывает это предсказание очень и очень большой период вот еще раз повторяю мне нету записи я не помню так на память но это примерно три тысячи там чем-то лет имеется ввиду уже нашей эры да и предсказания идут со времен падения вот это называется падение адама то есть если мы сейчас просуммируем вот это очень интересный момент где об этом не так много пишут вот опять же анострадамусе написано и переписано огромное количество различных всяких вещей вот но еще раз надо очень избирательно к этому подходить и выбирать конкретно то о чем идет речь то есть есть много спекуляций много от себя придумывания всякого всего но очень и очень много аналогии и этим занимаются специальные исследователи ну вот есть у меня некоторые подписки скажем этих исследователей это не я сам придумал я сейчас рассказываю о том что я сам получаю ну как-то я перерабатываю для себя но и потом вот сейчас вот мы об этом беседуем то есть не буду сейчас даваться детали и суммировать цифры потому что их огромное количество этих цифр как и куда и к чему мы пришли но мы приходим 2016-2017 году то есть мы приходим сейчас тому времени где мы живем с такой-то по такой-то катрены он описывал очень многие вещи и глобальные события которые скажем так происходили а конкретно речь шла о скажем скажем первой мировой войне а второй мировой войне но удивительным образом удивительным образом количество количество этих катренов такого-то по такое-то составляла вот скажем первая мировая война это очень серьезное событие которое произошло в мире вернуть мировая война там находится 3 5 от 3 до 5 процентов каких-то предсказаний каких-то событий в этот период времени он абсолютно правильно это предсказал когда это будет происходить относительно времени в котором мы сейчас живем то есть период то есть период будем говорить двухтысячного года и вот период и вот период до 30 скажем так пятого года примерно так составляет 20-25 процентов всей информации всех катренов которые когда вот он написал зашифровал то есть это очень и очень важное событие в которых время в которое мы живем интересная вещь что сам Нострадамус как он стал известен его пригласили на торжество связанное с замужеством дочери короля Генриха второго которое сочеталось с браком там с другим королем там испанским ну короче говоря это было очень серьезное мероприятие естественно и туда были приглашались высочайшие люди и вот был приглашен Нострадамус к тому времени достаточно известный человек но особую популярность особую известность он приобрел как раз таки после этого события потому что он приказал король Генрих там состоялись разные ну торжества и как всегда на эти торжества приглашались и устраивались турниры это было очень популярно в то время и был устраивался турнир победителя король Генрих он очень хорошо был хорошим наездником он владел великолепно оружием и вот был турнир когда они ну такой средневековый как мы знаем там с копьями друг друга рыцарские да рыцарские турниры они одевались и король Генрих второй всегда выходил победителем до этого и вот он сейчас в этот день предложил принять участие и сражаться с его начальником военачальником его гвардии самым главным тот отказывался но приказ был приказ и вот при этом присутствовал нострадамус ну и он как-то так скромненько стоял а он Генрих был уверен потому что он все время побеждал ну и он ему говорит слушай Мишел скажи кто победит ну полно уверен что он победит ну а Мишель ему бах в лоб к сожалению государе во первых вы проиграете во вторых вы погибнете тот очумел от такой наглости да и говорит ты что себе позволяет ты что вообще обалдел я всегда выигрываю как это я ищу это же турнир так сказать не настоящий турнир это же это же просто турнир да а он говорит дело в том дело в том что когда в последнем раунде вы будете сражаться вот с этим вашим военачальником то копье сломается и осколок осколок этого копья деревянный попадет в забрало вашего шлема правый глаз и вы умрете он сказал я тебе докажу что ты болван и если я выиграю то тебя казнят и с этими словами он отдал приказ заключить его под стражу нострадамуса но при этом присутствовала супруга короля генриха второго которая слышала это все и она ну как все женщины мы же знаем да она естественно не могла это хранить в тайне и она рассказала всем своим фрейлинам всем своим там подругам вот ну позвонила там всем кому надо ты же понимаете женщины да вот ну мессичи послала все короче говоря настал последний раунд ну это собственно говоря известно это описано достаточно много и произошло абсолютно то что прислал нострадамус но поскольку он умер то королева которая это все узнала и слышала она об этом вообще раструбила повсюду фейсбук там задействовала твиттер и знаете в общем полностью все дело в том что такое 63 года которые прожил человек ну как мы знаем я думаю так мы знаем все о том что есть такой семилетний цикл когда мы говорим о человеческой жизни и когда мы говорим об энергиях поскольку мы живем за счет энергии мы не живем потому что у нас бьется сердце это следствие того и так вот эти совпадения они не случайны и можно много о чем говорить на самом деле то есть я говорил о том что чем отличаются допустим предсказатели профиты от тех людей которые называются clairvoyant или ясновидящие а есть еще экстрасенсы дело в том что есть такое понятие level of consciousness то есть уровень сознания у нострадамуса он был более семисот это условно и будем так говорить единиц можно прочитать это все но сам факт сама цифра более семисот у граница перехода допустим ясновидение в предвидение то есть ясновидящие и профит то есть ясновидящие во первых они функционируют на уровне сегодняшнего дня на уровне дней максимум месяцев это clairvoyant ясновидящие профиты они функционируют в глобальном масштабе на уровне лет десятков лет сотен вплоть до тысячелетий один из них был нострадамус то есть на протяжении очень и очень многих лет и близко не было такого человека в истории и близко не было такого а вот у него было более семисот единиц уровень сознания было он предсказал как мы знаем еще раз в период предсказания и катрены к сожалению еще не расшифрованы но у него есть описание того что к 2050 году все катрены будут расшифрованы дело в том что уровень сознания людей которых мы живем тоже еще не подошел к этому уровню где мы можем расшифровать то есть мы еще этого не знаем и многие умы бьются над расшифровкой этого поскольку очень совершенно невероятные вещи попадания будем так говорить где он рассказывал просто просто невероятные вещи предсказывал что в общем то и было то есть вот возьмем Гитлера к примеру он предсказал приход Гитлера к власти он предсказал приход Гитлера к власти более того а Гитлер на самом деле это собранные два названия он скомбинировал почему почему Гитлер его фамилия в общем то была Шеклерг Рубер да Гитлер ну там многие считают там описывают но это комбинация двух названий Истер река которая протекает через Германию через западную Европу которая называется забыл немецкое название её но по-русски это звучит Дунай и Хитлер это Истер то есть это возврат приход Иисуса Христа вот комбинация вот этих двух названий он выбрал и стал называться Гитлером на самом деле и здесь есть тоже очень много соответствий в буквах и цифрах и вот это вот предсказание которое он сделал одно из самых таких скажем глобальных но там была еще одна вещь где он написал к тому же Генрику второму в своем письме которое он писал ему о том что это было когда понимаете это было 1500 15 век это был 16 век а мы живем в 21 веке правильно 21 век скажем где он написал что после этого наступит мир который будет продолжаться который будет продолжаться 56-57 лет откуда идет отчет идет отчет после победы над гитлеровской Германией официально скажем в 45 году правильно значит если мы добавим к этому то мы придем 56-57 лет мы придем к 2001 году в 2001 году произошло произошло очень серьезное событие это называется September 11 то есть 11 сентября 2001 года весь мир об этом знает но это было просто для так скажем всего мира это было событие которое произошло но там зашифрована очень интересная вещь у него в Катрене зашифровано это начало войны мусульманского мира с христианским миром то есть это знаменование эра христианства вообще так говоря закончилась это эра рыб сейчас эра водолея это все совпадает с сумасшедшими циклами с тысячелетними циклами ну естественно об этом знал и Нострадамус еще раз он был очень известным еще и астрономом астрологом он эти вещи понимал и разбирался в этом и он написал еще одно очень интересное у него было скажем так прогноз не прогноз а предсказание о том что где он писал в письме королю о том что в июле месяце в июле 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 спустится король террора я перевожу просто английского языка король террора что будет что это означает и которым в общем то будет великий могол там мы знаем это было король что было в девяносто девятом году в июле месяце не помню а что это было там полное солнечное затмение причем оно было видимо с очень многих мест и такого солнечного затмения которое было видно оно будет только через восемьдесят с чем-то лет то есть это была очень серьезная вещь но тут еще есть очень интересный момент для аудитории проживающую на территории России вот за два дня до этого события за два дня до вот этого солнечного затмения произошло другое знаменательное событие пришел к власти и был провознашен президентом России Владимир Путин который считается и там было написано что это самый влиятельный политик за последние двадцать лет на самом деле кто бы как не считал так сказать all due respect говорится там в Соединенных Штатах там американским президентом нет это не те президенты которые оказывали такое влияние как оказывает российский президент это надо отдать должное и может быть поздравить не знаю в этом плане о том что действительно это жесткий политик и очень умный политик проницательный политик мы сейчас не уходим в политику ну мы берем факты которые в общем то всем известны но еще раз о чем же идет речь когда говорят о короле террора то есть вот та политика которая сейчас происходит она может привести к каким то вещам потому что если быть достаточно упрямым и вести какую то вот целенаправленную политику там огня и меча то можно нарваться будем говорить и что самое интересное 26 июня 2019 года президенту будет 66.66 лет имеется ввиду цифра шестерка 666 там много еще раз всяких цифр сейчас я просто я и не помню и и записи я забыл я уже говорил вот но цифра 666 в библии это знак зверя это мы знаем да то есть это знак того что это очень какие то демонические не люди люди которые но тут что то может происходить вокруг всего этого то есть это может быть во первых три шестерки если их перевернуть это наоборот очень и очень хорошо то есть это девятки три девятки трижды 9 27 то есть это и есть 9 трижды по 9 9 см на 12 это 108 это количество скажем этих бусинок там мало это четки да это сакральная цифра 12 месяцев в году да 9 цифра девицам нужно 12 12 знаков зодиака 12 домов и так далее это очень серьезные вещи сказать что три шестерки это вот только так однозначно вот это демон и так далее нельзя но тем не менее в библии это показано то есть как это все повернуть и как человек будет функционировать это дело вот такое вот другое дорогие друзья я должен наверное закончена сегодня эта программа до владимир правда совершенно верно уже у нас да у нас следующая сейчас программа намечается поэтому спасибо вам во первых о том что вы внимательно слушали я смотрю в камеру сейчас о том что вы будете смотреть это все в записи если у вас возникнут вопросы меня зовут майкл мелехов я руководитель центра sun gates и наши координаты этот район w sun gates radio.com sun gates radio.com это наш skype sun gates 108 и в ютюбе и фейсбуке вы можете задать свои вопросы замечания комментарии и так далее и так далее ну мы все люди разные у нас у всех и свое мнение в этом плане пожалуйста мы принимаем и уважаем любое мнение если она действительно просто укладывается ну какие-то несет за собой вещи нравится не нравится но не нравится но это мнение давно не нравится не верю я ну не верьте вот кстати кстати буквально вчера мне позвонили из канады интересный момент и попросили консультацию нумерологическую почему потому что у меня даже на спросила а как ты это будешь делать то есть как назвать компанию вы понимаете насколько это важно вот человек есть сочетание не только даты рождения есть сочетание не только времени а если что они еще и имени рождения более того мы-то родившиеся советском союзе имели отчество если мы меняем и здесь нет у нас отчество здесь да и я уже тоже называют официально майкл хотя там меня майклом никто естественно не звал но вот когда я меняю вот эти цифры меняется составляющая имени она должно гармонизироваться с нашими энергиями рождения и те люди у которых что-то вот как на стену натыкается в четверке в основном вот у них надо может быть в этом плане как-то поработать то есть можно изменить короче говоря есть инструменты как это можно сделать в этом случае я сейчас говорю не об этом а я говорю о информации которая ну не всем известно не все с этим конечно могут согласиться но она существует если это помогает мы будем рады поделиться этой информации пожалуйста на этом и заканчиваем спасибо большое спасибо владимир спасибо майкл было очень интересно надеюсь наших слушателей возникнут какие-то вопросы если нет то они восприняли эту информацию сразу же на веру ну посмотрим как они к ней отнесутся в любом случае мне было очень интересно надеюсь всем также было интересно спасибо большое всего доброго до свидания до свидания